1xbet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xbet прямо сейчас. Добрый вечер, коллеги. Начинаем нашу послеманчевую пресс-конференцию с участием главного тренера сборной России, Санислава Саламовича Чесова. Я думаю, мы можем начать сразу с вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки, представляйтесь, и с кого начнем. Соснеглицкий, Сельский спорт, Санислав Саламович. Мяч все время до финальной третьей поля доводили, но при этом не знали очень часто, что с ним делать, и как будто не хватало игрока одного в штрафной. Вам так не показалось, и почему так мало с близкого расстояния били, в основном дальние удары только использовали? В какой-то степени с вами соглашусь, но понятно, да, как вы сказали, до третьей поля легче доходить, а потом поле сужается, в том плане, что соперник уже активнее начинает играть, поэтому нам не удавалось пройти дальше, хотя были несколько моментов, которые могли качественнее завершить. Следующий вопрос. Пожалуйста, вот здесь справа. Дайте, пожалуйста, микрофон. Дмитрий Корчагин, за это двое. Я слышу, слышу. Где мой микрофон? Те тактические просчеты, которые сегодня были в обороне, это больше индивидуальные ошибки или системные? Я хотел бы представить, Дмитрий Корчагин, журналист из Казани, который сейчас работает на рестурсе Российского Футбольного Союза. Спасибо за вопрос, Дима. Ну, это тот случай, когда мы и сами грешили в каких-то моментах, ну, естественно, соперник заставлял нас ошибаться. Класса у них было достаточно и есть. И еще вопрос. Чем вы сегодня связываете то, что у Дениса Лушакова было очень много ошибок в простых ситуациях, особенно в первом тайме? Ну, мы на эту тему пока с ним не говорили. Понятно, что игра на игру не приходится. Ну, не самый лучший матч он сыграл, но он старался, и мы ему дали сыграть. Ну, когда он подустал, мы поменяли. Большое спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Что все-таки случилось в эти 13 минут, в которых было забито 3 гола, и было создано еще, помимо этих трех голов, еще моменты? Что произошло, потому что в первом тайме таких отрезков не было? Ну, согласен с вами, что произошло, то что, если вы обратили внимание, то буквально за 30 секунд до каждого гола уже у нас стоял игрок, который готов выйти на замену, это и при первом голе было, и при втором, чувствовал, что соперник перехватывает инициативу, значит, этой минуты не хватило на свежего игрока выпустить. А так, понятно, что на таком уровне, вы говорите сейчас про 13 минут, а и пару минут нельзя выпускать. Инициативу. Понятно, что можно территорию отдать по той или иной причине, но инициативу ни в коем случае. Тем более, командам, игрокам, которые особенно в атаке умеют играть. То, что так случилось, ну, понятно, что по горячим следам мы ни о чем не говорили. Так, спокойно посмотрю, потом пообщаемся с футболистами, примем определенные решения, которые надо срочно менять. Спасибо. Вот здесь вопрос. Добрый вечер, senhor. Добрый вечер. Мой номер Фернандо Валеке де Бархос. Я работаю в журнале Метро, в Бразиле. Ну, да, я понимаю, что я думаю, что очень хорошего качества игроков, они, я не знаю, даже, статистику, когда последний раз проигрывали. Ну, у нас было желание сегодня не просто играть, а выиграть. Говорю вам, как есть, мы настраивались на победу, но соперник в каких-то моментах оказался сильнее. А если сравнивать Аргентину, Бельгию, Испанию, ну, уровень игры плюс-минус одинаковый, а система игры и ведение игры разный. Вот я бы так сказал. Спасибо. Еще вопросы? Вот здесь. Ян Комарницкий, телеканал «Царьград». Здравствуйте, Станислав Саламович. Скажите, вот этот результат, это сказалось отсутствие травмированных игроков Васина, Джики, Кокорина, или он в любом случае такой был бы? Ну, понятно, что это важные для нас игроки, но думаю, что надо дождаться, как у них будет развиваться восстановление, а плакаться по тем, кого нет, мы не хотим, не должны, и это ни в наших планах, ни в характере, потому что у нас есть другие игроки, и думаю, что это их оскорбит, потому что если кого-то нет, то кто-то должен кого-то заменить, это нормальное явление. А то, что сегодня мы с Листа сыграли вот эти, и тройка никогда не так не играли, тем более сразу с таким соперником. Надо чуть терпимее к таким вещам относиться, ну, если так разобраться, мы опять начинаем с нуля, да, строить. Ну, будем. Ну, да, удовлетворили. Да, спасибо. Следующий вопрос. Пожалуйста, вот здесь. Вопрос еще по поводу болельщиков. Казалось, что перед началом информации поступали, а родные билеты оказались, будет полный стадион. Но было очень много свободных мест. Почему? То есть нет такой информации сейчас? Ну, это вопрос не ко мне. Если бы даже вы про болельщиков не спросили, спросили потом, под тем или иным углом, я бы все равно ответил, потому что мы чувствовали их поддержку. И в начале, и в середине, и в конце, и при любом результате они нас гнали вперед. Вот за это им, конечно, огромное спасибо. Тем более футбол летний вид спорта, но сегодня не самая теплая погода, поэтому огромное им спасибо за то, что пришли и поддержали. Наша задача — исправлять ситуацию. Еще вопросы? Вот здесь. Вы говорите о том, что постоянно приходится испробовать новые варианты игры, поэтому мы болеем за сборную все, и мы должны знать ответ. На счет братьев Березуцких вы с ними разговаривали, или это было одностороннее их решение о том, что они не приедут в сборную? Или это было ваше обоюдное решение вместе с братьями? Ну, давайте я еще раз, один раз и последний об этом скажу. Вернее, не последний, а заключительный. Ну, когда у нас был сбор, врать не буду, после Краснодара первый сбор. После Коста-Ритки. Ну, вот, до этого сбора мне позвонили, Василий мне позвонил, попросил о встрече, мы встретились. И он сразу мне сказал, что он вообще хочет, ну, как Игнашевич, завершить карьеру в сборной. Ну, завершить можно всегда, это я его сам попросил, давай мы сделаем просто. Потому что сказать завершил, а через месяц эмоции тебя спринут условно, и как-то за слова надо отвечать, да? Поэтому я его сам попросил, давайте вы сделайте, что приостанавливайте, вы спокойно играете в клубе, и мы дальше смотрим, как состояние ваше здоровье позволяет, не позволяет. Никто же нас не гонит, тем более от одной игры с условным, там, я не знаю, Ираном Березуцкий не хуже, не лучше, не станет. Согласны с этим, или нет? Согласны, окей. Перед тем, как кубок конфедерации вызывать народ, я сам съездил в Атутинки, с ними пообщался, и они мне сказали, что не готовы они в клубке конфедерации играть, потому что нету возможности, сил, там, и так далее. Окей, вопросов нет, это пока опять в сторону. Приостановление действует дальше. Теперь время идет, 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 и опять вот у нас предпоследний здесь сбор, и опять я созвонился с ним. с Василием, сам позвонил ему, и опять пришли к тому, готовность есть или нет. Мне сказали, что нет, не можем. Вот я себя сам не просил их приостановить, уже бы два года назад они завершили, и мне бы эти вопросы не задавали. Но так как мы более зрелые, опытные, хотя им тоже опыта не занимать, попросил приостановить, чтобы потом вот такой ситуации не получилось. Ну, опять же, если мы говорим про таких футболистов, как Вася и Леша, они четко понимают, в каком они состоянии сегодня, что их ждет. Вот если бы они никогда ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира не играли, вот они бы могли предполагать. А так они четко понимают, что это такое, как это такое, и давайте мы сделаем совершенно просто. Уважить их решение, тем более, вот я вам рассказал, как было на самом деле. То, что если бы я не хотел, я бы тогда уже пожал ему руку и сказал спасибо. А так как, ну, в 33 сезонок не осталось, а в 34 вдруг появилось. Так же тоже бывает, ну, всякое в жизни бывает. Поэтому я думаю, что мы поступили, может быть, я не прав, подскажите правильно, но вот ситуация такая есть, какая она есть. И когда вот так меня спрашивают, это мое желание было, чтобы они дальше были якобы кандидатами, но они приняли свое решение. Вот будет еще вопрос по братьям, тем более их реально уважаю и любят. Рассказали сверхподробно, Станислав Солныч. По-моему, вот ни одного слова не утаил. Вот как есть, так и есть. И они четко знают, мы постоянно на связи были. Вот такая ситуация. Вот если бы они сказали готовы, а я не вызываю, тогда вопрос ко мне. А так вот есть ситуация, которая есть, и давайте мы это уже, тему закроем. Если вдруг они скажут yes, вот тогда вопрос ко мне. Вызвал или не вызвал. Это Артас. Добрый вечер, Станислав Славович, Антон Рассказ, Артас. Проблем много, мы уже их выделили здесь. Проблем у нас нет. Слово, пожалуйста, уберите с лексикода. У нас есть вопросы, которые надо решать. Они бывают легкие, бывают трудные. У нас такие рабочие. Вопросов много, которые надо решать. Вот это вопрос. Что вам понравилось в игре? Моменты, игроки отдельные, эпизоды отдельные. Что понравилось в целом? Моменты отдельные, игроки отдельные, эпизоды отдельные. Например, целостности не было. Например, мне понравилось все-таки даже, ну вы же их сверху смотрите, они рядом бегают. И поэтому я чувствую их пульс, что ли. И через «не могу» какие-то вещи делали. И естественно, когда ты набегаешься, ну согласись, сложно у этих ребят мяч отбирать. Когда ты отбираешь мяч, уже вот такие ножки у тебя не соображаешь. И мы, естественно, ошибки делали. И не могли никак. Кстати, эта игра в какой-то степени была похожа на аргентинскую. Все ребята, вы говорили, что это хорошие уроки и вообще хорошие соперники для того, чтобы проверить себя. Вот что вы ребятам сказали после такого матча? Ну после матча, что я сказал, все я рассказывать не буду. Не было никаких этих, как это, накачек. А вот то, что вы сейчас сказали, есть вина, а есть беда. Вот это тот случай, когда это беда, потому что с определенного уровня через несколько ступенек перескочить сложно. И мы это уже ни разу на себе не испытали. И сегодня опять же попались. Как бы не настраивали, как бы все-таки уже адаптация, кстати, проходила опять во время игры. И минут 10-15 соперник доминировал. А потом мы опять вкатились в игру и начали и скоростями управлять, и чувствовать соперника. Ну хотя надо отдать должное, что каких-то весь так брать технические оснащения. Но они вот так командным, конечно, чуть выше нас. А как мы говорим, есть еще командный, командного баланса, потому что и защитники у нас новые. Самедов опять появился на том сборе, не было. Ну несколько игроков вот из последнего матча вот так посмотреть. У нас, по-моему, 5 или 6 игроков не играло. По отдельной причине. Кузяев с травмой приехал, поэтому... Это вопросы, это констатация факта, а не причины ищем, что мы там и так далее. Еще вопросы? Здравствуйте. На счет ТЭР, испанская Гензва, Эфен, да? Слышно? Слышно, слышно. На русском, на русском, не приезжай. На русском. Может быть, мы видим плохо, а слышим очень хорошо. Отлично. Но я хотел знать, скоро вы играете против Франции, да? Во вторник. Я хотел знать, если игрок в Яреаре, Челесчер, у него будет шанс играть против Француза. Не могу ответить на этот вопрос. Говорю, как есть. Если бы знал ответ, я бы сказал или да, или нет. Почему мы вызвали Дениса именно на этот сбор? Потому что это тот случай, когда надо с ним познакомиться и понять, в каком контексте мы его можем использовать, в каком нет. Мы пару-трех провели. Это легкомысленно после двух тренировок какие-то решения принимать не в ту и другую сторону. Посмотрим, как мы будем играть с французами. Еще раз повторяю, не могу сказать, будет он играть, не будет он играть. Дайте нам подумать. Спасибо. Еще. Артем активно ведет себя сегодня. Молодец. Вопрос по поводу опорной зоны. Ты сказал, что там не хватило чисто опорников. Сейчас разговорим не только про Денисова, но, например, наш трейтер успешно играл там два сезона. Ну, даже не два, а несколько сезонов в Шальке играл опорника. И неплохо. То есть, нам не кажется, что нужен чистый опорник по сути, а не по позиции? Потому что Глушаков это все-таки ближе к атаке игрок, как зубный, как голове. То есть, чистого опорника нам не хватает. Ну, я не знаю, вы все время то одну фамилию называете, то другую называете, кого-то нет, чего-то нет. Вот, опять же, независимо от фамилий, такое чувство с другими фамилиями. Мы пять раз чемпионат мира выиграли и Европа. Понимаете, да? Вот, давайте мы дадим нам свои решения принимать, так как мы это видим, раз. А во-вторых, что касается Нойштеттера, ну, вот смотрите, вы сами ответили на свой вопрос, потому что, если человек два года там не играет, и вдруг, вот сегодня бы он играл против такой команды, и это автоматически означает, что ты его бросаешь в пекло, да? Вот, было бы у нас вот несколько подряд каких-то игр, там, со слабенькими собой и так далее, тогда можно потихонечку вводить футболиста. Вот, сейчас опять я вернусь к чемпионату Европы 16-го года, хотя это не люблю оглядываться, но там он играл опорника, весь я, помните, да, такого футболиста Нойштеттера, который играл в опорной зоне. Вот я вам вопрос задаю, вы помните эти матчи? И чем он помог на чемпионате Европы? Это я, опять же, повторяю, не к тому, что вот вы вопрос задали, а просто мы фамилии какие-то называем, после чемпионата Европы петиции писали, всех выгнать, всех застрелить, всех убрать, всех новых собрать и так далее. Теперь вы навязываете футболистов не потому, что мы их не любим, а потому, что мы их оцениваем. Я ответил на ваш вопрос по поводу Нойштеттера, что на чемпионате Европы, я думаю, что он на этой позиции нам не сильно помог. Поэтому, почему он сегодня должен нам на этой позиции помочь, если он все время играет центрального защитника у себя в хобби? Извините, что напомнил вам, если вы забыли. А по поводу чистого опорника вообще есть необходимости? Что вы имеете в виду чистый опорник? Человек, разрушающий игру. Он разрушает игру и свою чужую. Человек, который вообще не ходит за чужую половину поля. Мы килили, я контролю. Ну, через за чужую половину поля сегодня и вратари ходят. Иногда штрафные бьют, угловые, там, я не знаю, пенальти на последних минутах проходят. Поэтому ответьте, пожалуйста, на свой вопрос сами. И тогда мы дальше будем думать. А когда и по 7-1 проигрываем, и по 7-0, и две игры сейчас, 8-1 проиграли. И все что-то не видят. Коллеги, два заключительных вопроса на сегодня. Первый. Станислав Саланович, я как раз вот наоборот не навязываю вам... Ну, это сложно сделать, честно. Идею можете подать, а навязать, наверное, это не так. Ну, я как раз от обратного. Вот хотел бы как раз по поводу Нойштейтера и Габулова. Вот два игрока, которые сейчас в запасе играют... Вот два игрока, о которых вы спрашиваете, которых сегодня на поле не было. Это оскорбление тех, которые были на поле. Вы про них спросите? Нет, нет, я как раз хотел спросить, а для чего их приглашать в сборную, если они не имеют игровой практики? Вот у Габулова какая-то своя роль в команде, и у Нойштейтера какая роль в команде, если вы его не собирались использовать, для чего вы его вызвали? Содержательный такой ответ. Давай не будем вызывать, если вы хотите. Нет, я не говорю, что я не говорю. Ну, во-первых, Нойштейтер все время играет у себя в клубе. Вы это имели в виду или кого имели в виду? Ну, и Нойштейтера и Габула. Ну, Габула все время играет у себя в клубе, все игры. Но он сейчас на авто сидит уже. Вот вы вопрос задаете, вот я извиняюсь, статистику подними. Он все игры играет по 90 минут. Вот предпоследнюю неграпу, что его ударили, и на 60-й мюте заметили, все еще опять играли. Все игры он играет. Нойштейтер постоянно составил? Не постоянно, все. Постоянно можно играть 20 минут. А это все минуты играет. И вот вы мне задаете вопрос. Как на это ответить? Ну, вот ты вопрос задаешь, он все время играет. А ты говоришь, что он не играет. Как не играет? Я говорю, что? А то, что Габула не играет, это вопрос я уже ответил. Это наша практика, потому что основной игрок выпадает из обоймы. Если вы обратили внимание, он не был сегодня в запасе. Ну, а так это российский футболист, который нам приносил пользу и приносит пользу. Но по той или иной причине попал сейчас вот в такую ситуацию. Наша задача его пригласить, пообщаться, посмотреть. И вот посмотреть, в каком он состоянии, вот в таком положении. Потому что не играя, человек не теряет формы. Так, ну я возвращусь, наверное, в свою футбольную карьеру и скажу, что так же в Дрезден перешел. И за 4 игры мне столько набили, сколько за «Спартак» я за сезон не пропускал. Я так же попал на лавку, 7 игр сидел. И меня так же вызывали в сборную. Потому что яд не изменился, а ситуация изменилась. Если брать Овчинникова, то же самое у него было в Порту и в Бенфике. Тоже вызывали. Харин, то же самое. Нигматолин, то же самое. Ну, мы не можем разбрасываться своего... Я говорю, вот он приехал. Эта ситуация, естественно, нас не устраивает. Но мы пообщались, мы посмотрели, мы ни у кого ничего не украли. И все идет своим чередом. Я не знаю, получится ли я, слетаю посмотреть игру, пообщаюсь там. И будем принимать решение. Удовлетворен ответом. А так можно разбрасываться футболистами. И там потом... Давай-то дальше. Заключительный. Если есть. Нет, коллеги? Все. Извините. Садислав Иванович, вы меня извините ради... С удовольствием. Да. Ну, я все-таки обращусь к вашим словам. Вы сказали, что футбол летняя игра. Ну, что же мы мучаем футболистам в январе, феврале, декабре? Ну, что... Ну, когда мы кончим этот зимний футбол, который нам и травму, по-моему, приносит? Ну, Садислав Иванович, вы сказали свое мнение. Я свое мнение всегда высказываю. И... Ну, если вы помните, мы часто играли на снегу. Если вы помните игру на торпедо, Спартак, ЦСКА, да, за чемпионство там игра была. Было то же самое. Снега по колено. Так что, по сравнению с сегодняшними условиями, это для нас счастье. Я вот в Лужниках играл на снегу с металлистом, с Ландией, помните, игрово-творочный матч. Поэтому, ну, давайте не будем, как говорится, искать там, где нет. Я бы сказал огромное спасибо Лужникам за то, что такое поле нам сделали. И обе команды максимально, кто на какое, на что способен сегодня, проявляли себя. Еще раз повторяю, никого результат не устраивает, нас в том числе, потому что мы к другому готовились. Ну, соперник оказался умнее, хитрее, качественнее. А мы должны свои задачи решать. И мы их решим. Все.